Слава Небесной 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 Бога и Отца, и им проклинаем Человеков, сотворённых По подобию Божию. Из тех же уст исходит Благословение и проклятие. Не должно, братья мои, Сему так быть. Течёт не из Одного отверстия источника Сладкая и горькая вода. Не может Братья мои, смоковница, Приносить маслины или Виноградная лоза смоклы. Также и один источник Не может изливать солёную И сладкую воду. Толкование. Апостол хочет Тронуть слушателей. Если нам повелевается Всех благословлять, Ибо зловечивые Не наследуют Царство Божие, 1 Коринфянам 6, 10, То как не стыдно употреблять Одно и то же орудие На зло и добро. Никто из благоразумных Не будет мешать Одним и тем же Орудием грязь и мира. Молишься ли? Не проклинай врага, Ибо между молитвой И проклятием Большое расстояние. Если не простишь Оскорбившего тебя, То и сам Не будешь молиться, Чтобы тебе прощены Были долги, Так же, как сам Так же, как сам Прокращаешь должникам своим. Пожалуйста, Может кто-то будет Сказать еще. Так, Сережа, Я думаю, кто-то скажет, Разреши пару слов. Ну да. У людей никакого понятия Вообще нет, Что это благословение И проклятие. Это дает только Святая Библия. Разве пророки Не знали это? Считаем 48 глава 10 сих Пророк Иеремия. Проклят! И дальше Кто делает дело Господне небрежно. То есть Ладошкой мокрой По голове ударил И считается Закрещение. Проклят! Да зачем ты проклинаешь? Здесь все это проклятие Целой системы. Может патриархи Иисус проклинает. Теперь Не платить десятину. Мы считаем Пророк Амалахи. Но пророк-то знает, Что нельзя проклинать. А считать Можно или нет его? И говорит Проклятие вы прокляты Вы благословляете Я проклинаю ваши благословения. Это говорит пророк. Он что? Никогда не слышал эти слова? Здесь речь идет об обиде. Он поясняет в этом стихе Меня брат обидел А я не могу простить ему И начинаю проклинать. Поэтому благословение Горя Горезим Проклятие Горагивал И весь народ И весь народ Должен был Говорить Проклят И аминь Отвечать Злословящий отца и мать Проклят И весь народ Отвечал Аминь То есть все соглашались Проклятием Чтющий отца и мать Будет долголетней на земле Поворачиваться Горезим Благословение Проклятие Одновременно Исходило из миллионов уст Это повелел Бог Сегодня не понимают Совершенно не учат этому Так а что верующий Может проклинать? Тебе надо прочитать только Если Будет говорить Не то что мы говорили Это все На каждом шоу говорят Это анапима Анапима это проклятие может быть Так а Не надо спрашивать Ни от Ни одного слова Ты или соглашаешься Или нет Да как же Безумцем нельзя назвать И сказал Безумец В сердце своем нет Бога Любой безбожий Безумец А Иоанн зато Он говорит Из безумнейших Безумец Так можно или нет Во свете Библии Поэтому и благословение Есть И проклятие Когда речь идет О царстве небес И проклят То меч Господень Удержит от крови Вот сейчас будем Криком кричать Господи Только не наказывай Не наказывайте Страну эту И уже проклятие Иеремия 48 Повторяю Это один стих Поэтому Это не просто школа А это высшее образование Знать что сказать Бог это проклял И ты к нему не прикасаешься Это зараза Но в душе Ты знаешь Это проклято Если пророк проклинает Святые на соборах говорили Что они благословили И мы благословляем Что они прокляли И мы проклинаем Все до одного собора На этом настаивают И непрерывно об этом Все соборы Говорят Подклятвают То есть Под проклятием Таких правил Половина И никто не говорит Что из одного источника Течет сладкая И горькая вода Святые отцы Прокляли Любое извращение Священного Писания И никто Их за это не осуждает Притом проклятие Касалось на тысячелетия Вперед И речь шла О миллионах людей Попавших под проклятие Вот сегодня Сильно Везде говорят Что патриарх Встречался с папой И проклятие Тут и что угодно Слышится Поэтому надо Учить людей Что говорить А самое лучшее Ну конечно Если язык не дам Но не каждый Говорит Снабжен этим Идиотизмом Отошел Можно Игорь Дубнов Можно Игорь Ну я хотел добавить Просто К современности Об этих благословениях Проклятиях Ну вот Я рассказывал Как-то Говорило Когда самолет упал Взорвали его Самолет наш Там 200 людей погибло Ну там начали издеваться В интернете Там Проклинать И так далее А я говорил о том Что Это же хорошая Очень Можно сказать Площадка Для выступлений Была как раз Церковников Ведь можно было Когда люди начали Просить всех отпеть Одни Вторые Третьи Ну потом всех Просто скопом Давайте Сразу там 200 С чем-то человек было Всех сразу отпевать Ну где это видано Чтобы Ну шли допустим Где-то Люди погибли И все они верующие И всех надо именно отпеть Да такого никогда Нигде не было Все равно Тот человек Так верует Там мусульмане Там люди еще не достигли Того возраста Что быть верующими А тут всех Сразу отпевают И вот сейчас опять В шахте Случилось вот это Пожар И опять всех Шахтеров отпевают Я к чему хочу сказать Я сам в шахте работал Я знаю кто такие шахтеры Это отнюдь не Моральные устойчивые люди Это куряки Матершинники Они о боге Знают Им ни бога Ни черта Они никого не боятся Вот они сейчас там В Донбассе Защищаются Эти шахтеры От украинской армии Это вот потому Что они такие есть Да Вот воинственные Боевые ребята Настоящие такие Безбожники Ну могут там перекреститься И кресты у них там есть Но это не значит Что они верующие А отпили Вот сейчас их отпили Так же всех Вместе в городе Воркута И народу собралась Целая куча Ну почему священникам Не выйти в этот момент Ну там был Митрополит у них Почему не выйти И не сказать Ну нельзя нам Отпевать их Понимаете Потому что вы неверующие Люди стоят Ну безбородые Видно Там женщины Без платков И так далее Ну об этом ли еще Даже речь Ну нужно просто Каждому согласиться И каждому иметь совесть И вот эти благословения И проклятия Они У нас не просто Незаслуженные И непонятные Никем И главное Что об этом Никто не говорит Благословение и проклятие Это самое важное Это А и я Для любого человека Который Решил связать Свою жизнь с верой Но Как раз Это все исходит От учителей Священников А они молчат И не просто молчат Они Делают Все так Как Ну не надо было бы делать Нету Учительской площадки Никакой И знаний В том Что нужно Говорить людям Вот Игнатий Тихонович Перед этим Сказал Правильно Его бы Учителем Поставить Но никто Не хочет Слушать Вернее Редко Слушает Помоги Бог Желающий Высказаться Еще есть Тогда Продолжим Так Виктор Савченко С нами 13-16 Стихи Да-да С 13-го Да По 16-й Толкование Комментарий Мудр ли И разумен Кто из вас Докажи Это на самом деле Добрым Поведением С мудростью С мудрой Укротостью Но Если В вашем Сердце Вы имеете Горькую Зависть И сварливость То не хвалитесь И не лгите На истину Это Не есть Мудрость Нисходящая Свыше Но Земная Душевная Бесовская Ибо Где Зависть И сварливость Там Не устройство И все Худое Толкование Люди Любящие Начальствовать И хвалящиеся Мудростью Мира Сего Проповедовали Наперекор Православным Учителям Завидуя Им И Примешивая Человеческое К Божественному Чтобы Привлечь К себе Слушателей Новизной Учения Отчего И ереси Произошли Посему Окончив Слово Об Опрометчивости И необузданности Языка Апостол Обращает Речь на Зависть Которая Рождается В людях От Подобной Безрассудности И говорит Что Такие Учения Несвойственны Истинным Учителям Потому Что Отсекают Не От Божественной Мудрости Но От Бесовской Сказал Он Он Это Предварительно Похвалив Доброго Учителя А Так Как Ревность Может Иметь Приложение И к Доброму И к Худому Ибо Ревность Есть Пламенное Стремление Души К чему Нибудь С Некоторым Уподоблением Тому К чему Есть Рвение То Апостол Прибавил Горькую Чтобы Показать О какой Ревности Говорит Он Сварливость Же Есть Неодобрительная Страсть К Спорам Называется Так И Оговор Со Злоречием Толкование Закончилось Комментарий На Слова Проповедовал Наперекор Православным Учителям Комментарий Игнатия Лапкина Это Заметка Блаженного Фефилакта Сегодня Более Всего Касается Православных Священников И Архиереев И Всех Православных Ну Игорь Нам Добунов Об этом Сказал Ну Здесь Фефилакт Проповедовали Наперекор Православным Учителям А сегодня Православные Учителя Проповедуют Наперекор Истинным Православным Учителям Учителям Тут Вот еще В церкви Священники Ну Послушаешь Игнатий Конечно Как раз Разбор Делал Юрасова И Ответ И Процент Это очень Маленький Правильно По слову Божьей Отвечают Священники Да и Архиереи Вот Вот в чем Гидат Иген Забунов Можно Да Коротко Хотел сказать Что Вот то Что здесь Говорится Это Дало Как раз Православной Церкви Возможность Вот этим Волкам В овечьей Шкуре Лютым Поставить Свои условия И Какие Эти условия Это Кастовость То есть Человек Только проверенный Должен Быть Руководителем Или Учителем Ну То же Самое Мы видим Это В индуистской Вот этой Божественной Их там Направленности Религиозности Потому Что До этого Мог Проповедовать Любой Верующий Как мы Читаем В книге Деяний Что Тех Кого Гнали Они ходили Написано И проповедовали То есть Могли спокойно Заниматься Проповедью Почему Потому что Апостолы Были Не князьями Для них Которые Господствовали Над ними Как над рабами А как им Господь Сказал Умывая Ноги Чтобы они Так же С другими Поступали Они были Их Настоящими Друзьями Мы читаем Как на выю Апостола Павла Падали Когда он Отплывал На корабле И Как о нем Заботились Когда на него Нападали И так далее И тому подобное Это всегда было Со всеми апостолами Их любил народ Потому что Они были Настоящие Братья Настоящие Духовные Учителя Наставники Они показывали Пример Как нужно Любить Церковь Как нужно Отдавать Жизнь За нее Как сказал Господь Сегодняшнее Сейчас мы Видим Это Кастовость Откуда Она Произошла Вот Эти подмены Пошли Когда начали Проповедовать Не то А подмешивая Человеческие Учения И тогда Те люди Которые были Нечисты На руку Но они стояли У начальства У кормила Власти Они взяли Такие Драконовские Выпустили Уставы Которые мы Сейчас читаем И есть они В канонах Наших Что нельзя Проповедовать А только Избранным людям Пщенникам И так далее И сейчас Это постоянно Звучит И в нарекании Всем Кто только Проповедует Все Ну а как Тогда Оградить Церковь От Лжеучителей Может быть Это Кастовость И направлена На сохранение Истины Нет у тебя Лицензии Молчей Нету Я могу Сказать Что Нету Судов Церковных Если бы Были истинные Суды Церковные И вот Как вот Было При Во втором Первом Веке Вот в третьем Какария Судили На первом Вселенском Соборе Вот так же Ересиархов Нужно судить В церкви Настоящим Судом Верующих Епископов Ну или Верующих Людей Пускай не только Епископы будут Пускай там будут Священники Миряне Ну то есть Настоящее такое Учредительное Собрание Как вот в России Было перед тем Как большевики Разогнали Чтобы от каждого Слоев населения То есть Верующих Людей Были Представлены Люди Ну как Вот тут Один человек Я вижу Пишет Богослов Ну вот Есть же Такие Богословы Где-то И надо Ну Рассматривать Это Вот так Добавить кто-то Еще может быть Да Продолжаем 17 18 Стихи Я могу читать Игорь Давай 17 18 Ну Мудрость Сходящая Свыше Во-первых Чиста Потом Мирна Скромна Послушливо Полна Милосердия И добрых Плодов Беспристрастно И нелицемерно Плод же Правды В мире Сеется У тех Которые Хранят Мир Толкование Блаженный Феофилак Чиста Из контекста Берется То есть Беспорочно Не привязано Ни к чему Плодскому Дальше Беспристрастно То есть Не наблюдает Разбора В пище И различных Омовений Комментарии Может быть У кого-то Есть На эту Тему Мысли Тогда Продолжаем Первый Стих Вячеслав Может быть Может быть Это все Таки Маленький Небольшой Комментарий Может Все Таки К слову Чиста Пожалуйста Беспорочно Беспорочно Тысячи Слово Божье Вот Нет Слово Божье Божье И нет Духовного В человеке И душа Не напиталась И начинает Творить Что попало Человеку Почему Потому что Душа Ищет Истинной Пищи На все Остальное Она реагирует Страшным Развратом Человеческого Тела То есть Человек Плотской Если не знает Слово Божье Если он не поступает По слову Божьему Написана у мужчины Борода Должна быть борода Не то что она там Спасает Не спасает Просто Господь Написал свой закон Который человек Должен исполнить По другому Никак не получится Говорил Господь О труде Будешь трудиться В поте И есть хлеб И трудимся И едим И вот эти все Кризисы Почему Господь Делает для нас Чтобы мы потели Как можно больше Даже от одного Слова кризис Уже спотеешь А тем более Еще и трудиться надо И еще как Поэтому Нужно Идти за Словом Божьим По стопам Христа Окровавленным Иакова 4 Глава 1 Откуда у вас Вражды и распри Не отсюда ли От вожделений Ваших Воюющих В членах Ваших Толкования Апостол Показывает Что хотя Упомянутые люди Присваивают Себе Звания Учителей Однако Они совершенно Плотские Они Делают Много Весьма Противного Изобретают Себе Удовольствие Одни Ищут Пышного Стола Что осуждает И Павел Говоря Что такие люди Служат Не Господу А своему Чреву Римлянам 16-18 Другие Желают Приобрести Поместья Иные Богатые Дома Иное Еще иного Что внушает Им лукавый Старающийся Лишить Их спасения И небольшой Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина На слова Присваивают Себе Звания Учителей И Эта Заметка Светителя Непременно Заденет Тех Кто Не Ставит Библию На первое Место И Не Живет По ней А таковых Более всего И есть Православие Даже После Окончания Семинарии Академии В диспуте С не очень Опытным Сектантом В течение Одного Часа Они Проигрывают По всем Позициям Чтобы Кого-то Учить И Притом По слову Божию Нужно Знать Библию Какое Место Каким Растолковывается И Не бояться Рассматривать Свою Веру Самокритично Цель В беседе С сектантами Должна Быть Не Победа А Самокритично Нужно Походить Они Взять Те же Иконы Они Говорят Что Идолы Иконы Не Идолы Но Есть Люди В православии Которые Относятся К ним Как Идолом Я сегодня Еду Смотрю Очередь В храм Ну Наверное Метров Триста Человек Пятьсот Наверное Я не знаю Праздник Какой Не праздник У мамы Говорят Почему Очередь Такая Привезли Мощи Матронушки Люди Выстроились По очереди Ну А в субботу В храм Зайдешь Пустой Храм Почему Эти люди Не ходят На богослужения А только К мощам Приезжают Вопрос Я могу Такой Задать Или Не могу Могу Я их Подозревать В этом Нидолопоклонстве В поклонении Трупам Могу Я их Осудил Не осудил Но я Факты То есть Факты Субботу Храм Пустой А вот Как Привозят Что-то Вот такое Так вот Идут Поклоняться Просят Здоровья Плохо Это или Хорошо Другой Вопрос Игорь Дубунов Можно Репли Можно И я Хотел Сказать На слова Откуда У вас Вражда И распри И вопрос Стоит И тут Ну Говорится Присваивание Себе Звания Учителей Я хочу Сказать Что Это самое Главное Вообще Быть Добрым Человеком Или Злым И как Получается Почему Человек Злой И почему Человек Добрый Библия Это тоже Рассматривает И вот Смотрите Какой вопрос Стоит Откуда У вас Вражды И распри Это Говорит О злобе Человека Не просто Огневался Человек О злобе Ярости Человека То есть Ты Враждуешь Против Кого То А Распри Это Уже До Драки Дело Доходит Вот В чем Дело А Как Может Быть По Другому Среди Православных У нас Среди Православных Если Архиереи Священники И вообще Весь Православный Практически Люд С кем Не поговори Все За то Чтобы Защищать Родину С оружием В руках Да Христос Не говорил Для того Чтобы нам Вера твоя Осталась До конца Ты должен Ити своих Врагов Побеждать Ты должен Жизнь За друзей Своих Положить Свой Живот Положить За друзей Своих А не Пойти Другого Убивать Вот Другая Противоположность Это Лев Толстой Он Он Вообще Взял Все Выбросил И оставил Только одно Не Побеждай Но оно Самое Нужное Оказалось бы Ну побеждай Зло Добром Написано Зло Добром Победить То есть Не убийство Наоборот А чем Ну себя Ты должен Жертву Привести Как Христос Вот он Этот Еретик Толстой Лев Это увидел А православные Батюшки Православный Люд Не увидел Этого А только Об одном Защищать Герои Защищать Герои И на 9 мая На 9 мая У красной Звезды Из которой Идет Вечный Огонь Вечный Огонь Чего Вы понимаете Нет Что Вечный Огонь Только один Это адская Гиена Стоят Священники С цветами Гвоздиками Этими Красными С ординами На груди На этих Своих Мантиях И преподносят К вечному Огню Эти цветы Это Куда мы Дошли Уже Дальше Вы понимаете И как Не будет У нас Этих И раз Когда Сами Священники Показывают Что Нужно Быть Таким Человеком Враждебным И Совершать Вот эти Убийства На благо Чего-то Там Все Пока Сережа Позволь мне Тоже Чуть Сказать Так и знал Так и знал Да Можно Или нет Меня Слышно Да Хорошо Пожалуйста У меня микрофон был выключен Я говорю Можно Можно Давай Прошу Откуда вас Вражде И раз И далее Говорит От вожделений Ваших Воюющих Членов Ваших То есть Мы должны быть Внимательны Себе Рассматривать На вожделение Желания Наши Какие у нас Желания А все Исходит От сердца Нашего Как говорится Из сердца Исходят Все Вот мы и должны Следить Самый поврежденный Сосуд Который был При грехопадении Поврежден Это Самый поврежденный Член Это сердце Откуда Отсюда Воюющие Потом они уже На все члены Передаются То что Исходит Из сердца Блуд Прелюбодеяние Жадность От жадности Там рождается Один Другой грех Там Третий грех И поэтому Мы должны Быть Внимательны К своему Сердцу К своему Вожделению А то ли Мы желаем Что Хочет Господь Сопадать Ли наши Желания С Божьими Желаниями С Божьим Промыслом Вот Я об этом Хотел сказать Что Откуда Распред Откуда Вражды От наших Вожделений От тех Вожделений Которые Не Согласуются С С Желанием Божьим А желание Божие Мы можем Откуда Узнать Ну и Священное Писание Изучая Священное Писание Изучая Евангелие Вот Изучая Историю Священного Писания Как там В Ветхом Завете В Новом Завете Жили люди Ну В основном История у нас Жизнется На Ветхом Завете В Новом Завете Только Деяния Скажем Да Ну и Евангелие А так Вот Изучая Ветхий Завет Смотря Прежде Дни поколения Как они спасались Ну Или как Не спасались как жили и делая отсюда выводы какие вожделения и желания были и так вот можно исправить это вот сердце наше вот это то что я хотел сказать спасибо слава богу и так еще кто-то хочет если нет идем дальше Андрей Ложкин можете читать второй стих читайте желаете и не имеете убиваете и завидуете не можете застигнуть припираетесь и враждуетесь и не имеете потому что не просите толкование есть я прочту толкование послушаем профилак толкует это место здесь убеждает через положение и отрицание впрочем положение умолчано как неприличное неприличие в том что подразумеваемое положение составляет рожжение похоти ибо похоть оканчивается исполнением чувственного удовольствия убийство и зависть препирательство и вражда недобрые дела почему и не достигают того к чему стремятся нужно впрочем знать что здесь говорится не о плотском убийстве и вражде ибо это тяжело слышать даже о разбойниках тем более верующих хотя некоторых и приходящих к господу а мне кажется что убийцами называет тех которые убивают свои души такими предприятиями за которые у них и возникает вражда против благочестия так и далее стих 4 назвал прелюбодеями и прелюбодейцами не тех конечно которые таковы на самом деле но тех которые грешат против божественных заповедей привешивая к ним свои вымыслы ибо никто не стал бы терпеть учителя блудника хотя бы сам был грязнее свиньи так и о убийствах и войнах говорит не о телесных но о душевных что там добавят два еще есть ну я Игорь Дубунов хочу сказать добавляю ну я хочу сказать что здесь говорится вот о учителях видите в чем дело у нас сейчас такой народ стал странный если раньше люди людям нужно было учиться и на каждое ремесло был был свой учитель вот допустим господь иисус христос он плотник кто его обучил плотницкому ремеслу его отец иосиф обучал а кто иосиф обучал иосифа его отец то есть были вот были ну иначе нельзя было нужно было людей учить но к иудейскому народу еще можно отнести то что он любил духовно учиться синагоги были построены нигде нибудь а в гонении в самое лютейшее время он в концлагере почему русские люди не построили там каких-то ячеек где можно было изучать слово божие да им это не надо было с роду они занимались только одним как бы выжить в концлагерях в этих что в россии здесь что фашистов в плену а вот евреи в этом плену этих ассирийском и вавилонском они построили себе там синагоги как построили но не просто не каменные синагоги и себя самих выстроили то есть у них учителя остались потребность это учиться духовному у нас же все то что у нас не было духовного то есть слова божьего показала что нам ничего не мило сразу вот было рассеяно во время первой мировой гражданской войны под последующих большевистских гонений 7 от 7 до 9 миллионов за границу ушло людей и сколько сейчас осталось вот и на тигмич дает статистику меньше трех миллионов русских осталось остальные ассимилировали почему потому что не держит не держит душа должна стремиться к такому же сладостному общению с господом какие как и другая душа которая хочет также общаться с ним и по и тогда составляется уже синагога тогда составляется у училища благочестия школа благочестия где люди вспоминают слова божественные они целуют эти слова не и и и и они идут дальше по жизни именно руководствуясь этим словом чего нету нету не было у русских людей и вот это должно быть сейчас у нас восстановлено и тогда понятие учитель и истинное благочестие будет уже не забытой какой-то формулировкой а истинная у нас сейчас этого нету пока к сожалению то что сделали в школе научили каких-то теток чему-то там попытались научить это невозможно научить вере должны быть истинно верующие люди а все это собирается сейчас уже по крохам просто и еще даже у нас и те люди которые себя верующим называют они еще может быть не прошли всего что надо пройти вот как вот игнат игнать господь ему дал это огненное искушение и тюрьму пройти и такие гонения и поношения у нас сейчас только сказали на тебя что-то одно и уже растерялся ой-ой-ой я не хочу быть в расколе и попятился как рак попятился и нет нигде а а ну а нашей вере нашей истинной православной церкви нужны герои вот есть такое стихотворение одно оно в песнопение переложено не не люди а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры не все можно мне тоже немножко высказаться можно ну здесь вот чтоб так вот рассуждать нужно знать немножко историю и еврейскую и нашу чтобы вот так вот огульно нагло врать и говорить что у нас не было ни своих героев не все мы все мы отказались от бога не было у нас ни училищ ничего это неправда да у евреев есть что должен до последнего раба быть обучен грамоты и девочка и мальчик и если не имеет как бы возможность семья оплачивать его обучение оплачивает община у нас к сожалению такого не было в этом но тем не менее наши подвижники они показали и доказали и несли они веру до конца и в лагерях они и проповедовали и служили литургию и такого гонения как это не было никогда никогда не во всю историю так чтобы заходили в дома и смотрели постишься ты или нет и говорить вот так вот что у нас не обучены были обучены были обучены и и знали и слово священное и писание и не отреклись от Христа и знали Христа вот это во первых нельзя терпеть такое когда так поносят твой народ и твое православие тем более никогда не упустит ни одного момента чтобы целовнуть Игнатия Тихоновича в задний проход непонятно почему хоть уста то вытираешь после того когда целуешь то постоянно прости господи я уже не могу терпеть такого чуть-чуть сразу все Игнатий Тихонович такой да такой то ну не ты и не надо постоянно в попку его целовать вытирай уста после каждого поцелуя есть подвижники кроме Игнатия Тихоновича тоже в России я закончил ну спасибо господи братья немножечко добавлю но на самом деле вот нам православному божьему народу необходимо как если мы читаем слово Божие и правильно его понимаем хотя бы по-человечески то естественно мы читаем его как бы для себя для своего назидания укрепления своей веры для изменения себя самого вот это в первую очередь об этом нас учит сам Иисус Христос в своем Евангелии апостолы пишут в посланиях и к римлянам и галатам к народу обращаясь чтобы каждый совершал труд в своем огороде то есть в своем сердце в своем разуме в своих устах потому что естественно мы живем в последнее время и очень трудно когда вот это все бурлит среди христианского вероисповедания вот эти распри разногласий войны какие-то один против другого один согласен другой нет каждый тащит одеяло вроде типа того истины на свою сторону что истина у нас одна и в этом конечно страдает народ страдая я страдает каждый из вас здесь присутствующих вот в этом и есть искушение что можно проклинать и человеков своим языком и можно благословлять в то же самое время Бога почему ну потому что я знаю истину и я прав ну в своих глазах все это естественно вот от этого мы должны избегать о чем здесь и поясняет нам очень так понятно очень вразумительно апостол Иаков что если мы уж обрели эту милость от Господа веровать в Него это самое главное для человека потому что вера ведь она приходит от слышания Божьего Слова и это Слово несет нам Дух Святой несет нам Он так как Ему угодно через кого угодно даже через осла может проговорить человеку грешному пьяному наркоману и тот обратится как Господу как мытарь Матфея как блудница Магдалины и пойдет за ним и сегодня мы уже имеем эти храмы где молится Господу в честь этих людей как Магдалины и все прочее почему потому что в жизни своей они доказали кротостью и смирением вот эти золотые божьи качества на самом деле христианские которых здесь нам пытается донести апостол Иаков чтобы мы на самом деле убегали греха убегали вот этой непонятной вражды убегали вот этих разногласий то есть естественно мы можем в этом пребывать мы можем этого слушать но есть такая вот знаете поговорка страшная болезнь укус вампира если вампир укусит человека то человек становится сам вампиром вот и люди так высказываются что бес укусил и человек начинает как бы бесноваться то есть не по своей вине потому что он немощный он позволил все это и вот вот эта болезнь она начинает овладевать человеческим естеством и вот в этом сатана побеждает христианский мир на земле что все начинают враждовать друг против друга говоря о свете говоря о Евангелии говоря о Божьем Слове что да так написано но каждый внутри себя имеет вот эту больную страсть к состязаниям к распорям к вражде к ненависти что кто-то прав а кто-то не прав вот это вот в этом и является наша огромная опасность от чего мы каждый из нас должны спасаться и помогать нашим ближним с помощью Господа в устах и в сердце с именем Христа Спасителя чтобы на самом деле нам спастись от этого беззакония спасибо Игорь Добунов я тут невзирая на то что тут меня что-то слишком оскорбляют хочу сказать что вот все вы сейчас находящиеся слушающие меня обязаны этим Игнатию Тихоновичу Латкину запомните эти занятия организовал он ни Ильин ни кто-либо из вас не сможет организовать эти занятия потому что у вас не будет ни Сергея Пупкова ни Игоря Добунова ни Михаила Каймаева ни еще некоторых братьев которых может выставить наша община все остальные подключившиеся помоги вам Господь правильно делают что я вижу и молчат и ну в общем я так понимаю внимают и это правильно не потому что я умнее не потому что Игнатий Тихонович там какой это мудрец необыкновенный как раз потому что он именно простец как сказал Господь благодарю тебя Господь небо и земли что утаил все от мудрых и разумных и отдал то младенцам ей Господи ибо было таково твое благоволение это благословение наше и этот человек и это наша группа которая здесь она единственная запомните это единственная группа во всей вселенной на всех планетах какие только есть которая говорит истину до конца потому что он не склонился этот человек перед не перед кем и не перед одной я закончил братья можно собрать но в принципе наверное горячиться нет необходимости если мы читаем послание Якова у меня просьба давайте не хвалить друг друга или ругать кого-то там иерархов братья восхвалять а давайте относить данное слово прочитанное все-таки к самой себя как мы можем преодолевать тот грех который у нас есть и как мы можем простить и восходить в любви Божьей спасибо что желающие есть Игорь Дугунов хочу хочу еще сказать вот одну очень хорошую строчку из стихов Игнатия Тихоновича Латкина должно быть маленькое но христово братство если вы господин Ильин хотите быть в христовом братстве вы должны разговаривать как христианин а вот эти терминологии очень они неприятные конечно они вообще должны отсутствовать тем более у верующего вы себя считаете истинно православным человеком потому что если еще так продолжится Господь вас просто выметит и может со всей из земли даже не то что из нашей маленькой здесь группки из которой может быть возродиться настоящее пламя истинных героев ведь об этом идет речь героев не простых а проповедников но за Господа судить не будем чем закончится и что будем смотреть на кончину и правда вот а куда выметит или куда приметет это мы все идем по волнам и надеемся на Божий промысл в своей жизни вот только не будем за Бога решать там что чего о Бог гордым противится вот на себя надо посмотреть сегодня несколько человек несколько и все прекращаем я на право отключиваю если будете я вас отключаю обоих надо смотреть на себя я отключил Ильина и Дубунова все должен вынести примарку небольшую в эфир внести Игнать Тихонович просил еще и на собрании больше его имя не произносить на предзаписи вот большая просьба благодарю продолжаем так четвертый стих так третьим мы прошли третий стих Сергей на третьем остановились так Вячеслав читайте почему-то тут о как бы на нее просите просите и не получаете потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений толкование так было с фарисеем упоминаемым Евангелие Лука 18 10-14 стихи чем более перечислял он добродетели свои тем более заграждал божественный слух и высокопарная речь была праздной в устах его и обратилась в пену как бушующая волна но скажет иной если истинное обещание Господа Иисуса этого неложного учителя всякий просящий получает Матфея 7-8 то как же говорит это теперь настоящий апостол отвечаем для того кто приступает к молитве с должным путем упомянутое обещание истина он не обманется ни в чем просимым а кто удалившись от цели при данной молитве будет по видимости просить но просить не так как должно тот на самом деле и не просит а потому и не получит представь например что учитель грамматики обещает научить грамматическому знанию всякого приходящего к нему а пожелавший учиться будет приходить не так как должно и не будет напрягать себя к усвоению преподаваемого почему окажется на деле не соответствующее с обещанным уже ли справедливо кто-нибудь припишет ложь в этом случае самому учителю таковой поступит неразумно ибо желавший учиться приходит не так как требовал учитель как же как же и чего нужно просить скажет иной выслушай самого того кто дал вышеупомянутые обещания ищите же прежде царствою царствие божие и правды его матфея 6 33 очевидно кто просит так и преимущественно этого тот не обманется и впрочем получение чего не отторнет его от спасения а кто просит вредного и пагубного тому не станет подавать тот от кого всякое даяние доброе то есть господь иакова 1 17 даже и тот кто просит знания знания божественного или другого какого-нибудь дара духовного но просит для своих вожделений не получит потому что просит худо и на погибель себе а бог не подает худого желающий прокомментировать этот стих просим не получаем потому что просим не на добро а для своих вожделений ну тут выше уже было написано что вожделения настолько сильные что даже убивают завидуют припираются и враждуют из-за этих вожделений своих поэтому они на добро и не идут вожделения наверное относятся к тому чтобы получить или власть или богатство или какое-то преимущество то есть плотские вожделения не к небу направлены а к земле к этому существованию здесь на земле даже может быть самые мелкие какие-то увидел в магазине и захотелось купить не могу хочу допустим тоже вожделения и тоже направлено не на добро а на удовлетворение этих похоти или еще чего-то все кончил ага читай читай четвертый их толкование четвертый стих да прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу толкование выше апостол лишь слегка обличил некоторых ложных мудрецов искажающих божественное писание и по своей воле в превратном виде употребляющих хоны чтобы иметь повод к своей сладострастной жизни а это есть не другое какое-нибудь зло но вид гордости теперь же он выступает против них строже и как бы вопреки своей кротости употребляет слова укоризненные называя таких людей прелюбодеями и прелюбодейцами и делает почти такие облич и делает почти такие обличения скажи-ка мне легкомысленный ты хочешь выдавать себя за мудреца но откуда в вашей жизни распри и постоянная вражда от чего всегдашняя привязанность к настоящему от чего беспрерывное стремление к удовольствиям настоящей жизни это свойственно не мудрец сам но людям простым и склонным к дружбе с миром что и показывает что вы прелюбодеи ибо вы сокрытой внутри божественной и целомудренной красоте предпочитаете красоту обыкновенную постыдную скверную и стремлением к настоящему воздымаете вражду против Бога неужели не знаете что дружба с миром есть вражда против Бога удаляющая от любви Божией и показывающая нас врагами его миром называют всю вещественную жизнь как матерь тления приобщающейся которая немедленно становится врагом Бога ибо при рвении к бесполезному он небрежно и презрительно относится к предметам божественным отношения мы допускаем к людям ненавистным и враждебным для нас так как есть два предмета которыми занимаются люди Бог и мир и каждому из этих двух предметов обращаются с любовью или ненавистью то коль скоро мы сильно привяжемся к одному очевидно явимся не родящими о другом ибо внимание производит любовь а небрежение ненависть и так кто прилепится к предметам божественным тот называется другом божиим а кто вознеродил о Боге и возлюбил мир тот в числе врагов божиих так как все это происходит от надмения и гордых и гордости ложных мудрецов то апостол употребляет еще другое обличение желая таких людей отрезвиться отрезвить от опьянения и возбудить от усыпления комментарий Игнатий Игнатий чего бы ни коснулся в современной жизни православия начиная от порога и до алтаря почти ничего нельзя доказать на основании слова божия почти все это плод праздного ума и позднейшие выдумки толкование закончилось в комментариях Вопросы? Час прошел Можно задавать вопросы? по Слову Божию Можно вопросы? Можно вопросы? Можно вопросы? да Можно Вот непонятный обряд в православии отпевания, если можете пояснить мне коротко? Я не могу понять этот обряд как бы... Я как бы с протестантизмом долгое время прибыл, там просто нет вообще совершенно такой практики, молиться за... Гнард Тихонович, ответите про отпевание, Андрей. Я сначала немного скажу, о чем раньше беседовали. Потом к этому вопросу Евгения. И вот просите и не получаете. Никто не коснулся вопроса. Кого просите? Вопрос даже не возникает. Понятно, что просят владыку мира, который знает мысли. Но и сегодня даже это сказать нельзя. Просят-то не Бога. Храм открытый Никольский. Пустой храм. Ну вот привезли мертвый труп и очередь по проспекту, главному проспекту Ленинскому. Она километровая может быть. Мы что, ослепли, не видим, что делается. Мы ни в одну притчу не можем вписаться, которую Христос говорил. А евреи принимали. Принимали, слышали. И вот, допустим, притча о том, что виноградник послал Господь работников. Почему они приняли? Эта притча была уже у Исаии. Но Христос вводит нового персонажа, сына. И они сразу удивились. Какой, откуда сын? А вот теперь в этом вся суть притчи. Она приготовилась 700 лет до расшифровки. Здесь говорится, простите. Почему они говорят, просите Бога? Да никому и в ум не было, чтобы кого-то просить. Ведь мы православно совсем не задумываемся. Вот человек умер. Но умер, упокоился. Никто этого не отрицает. Откуда этот обряд? Да ниоткуда вы думали веками. Есть такая книга профессора Киевской академии, дореволюционная, Скабалинович. Она в 800 с лишним страниц. Он все это объясняет. Все это пришлось в 7-8 век. Вот чтобы так затвердеть в таком виде. Но не надо это никому навязывать. Как доказать, что баптисты не правы? Я говорю, никак. И не надо доказывать, потому что они правы. Они вспоминают о человеке. Вот мне один пишет, такого-то хоронили, он достоин. Но его хоронили, и там честь какую-то оказали, гроб что ли обили. Он мне с Америки звонит, тоже баптист. Как это может человеку, ну да, сидел, да, он поэт, да, он труженик, он в плену был. Ну все правильно. Понимаете, мертвый, вот так прославляет. Даже за это и то они стараются упрекнуть человека. У нас даже нужды никакой нет. Нам приходится одно, закрыть лицо руками и плакать. Нам никого не надо судить. Когда речь говорится, что враждуете против друга, друг против друга, она же интересная. А когда ты обречаешь это в мировом масштабе зло или какой-то организации, Господь это поощряет. Если даже ты видел человека, и ты строго ему не выговорил, Иезекииль говорит 3,18, он погибнет, ты уже в крови. А Павел говорит, я не упустил ничего полезного, чтобы не возвестил вам, я чист от крови всех. Сегодня выйти, сказать, что священник чист, а его иногда в виде не видишь, он связанный лежит, службу «Ангел» ведет. Нельзя почти сказать. Редко-редко. Один из трехсот. Статистика показала, один из трехсот моченых что-то знает. И эта статистика абсолютно неопровержимая. Пять лет шло исследование среди студентов в Барнауле. Три тысячи человек расспрашивали. И вот здесь. Откуда это взялось? Даже профессор Скабалинович не может сказать точно до одного века, с третьего по восьмой. И поэтому есть анонс. Я православный. Я хочу, чтобы меня хоронили по православному. И я отпели, и все. Но который пришел, не знает, ему нельзя этого навязывать. Это несправедливо. К нему надо относиться с нежностью. Потому что он ничего этого не знает, и навешивать на него эти вериги ему тяжело. Почему? Когда надели военную форму на Давыда пастушенку он походил. Нет, тяжело не могу. Ему сумка пастушеская. Вот это по плечу. А там камушки пять. И точно во лбу будет лунка. И войдет теперь это в историю. Голиаф это кто? Языческий мир, который окружает Израиль. А Израиль это дитя Божие. Израиль это Давид. Вот это маленький камушек в его руке. Там смотреть не на что. Я говорю не без содрогания это. Что евреи сегодня делают во всем мире но не проклинай наследие Абраама. Я не могу убедить патриотов никак. Не проклинай. Вот я беру маленький пример. Посмотрите у кого есть. Изекииля 23 глава. Кто-нибудь откройте. Начните 4 стиха. Прочтите. Изекииля 23 глава. Это Евгений вам ответ будет. С какого? С первого? С первого. Ну до четвертого дочитайте чтобы понятно было. И было ко мне слово Господне. Так первое что я не просто это человек придумал злой какой-то кого-то осуждает. Бог сказал а пророк всего лишь труба Божия. Его не надо обвинять в языке или он не виновен что такие слова будет говорить. Сегодня эти слова я говорю меня со всех сторон обложили всякими словами. Почему? У них веры нет. Они мирской мудростью они правильно говорят но Богу дружба с миром мирской мудростью Бог отвечает это вражда это духовная проституция прелюбодеи и прелюбодеи откуда это идет почему не воспротивились Якову а вот 23 глава подготавливала показать прелюбодейка это церковь это церковь прелюбодейка духовной проституцией занимаются попы считай теперь дальше сын человеческий были две женщины дочери одной матери и блудили они в Египте блудили в своей молодости там измяты груди их и там растлили девственные сосцы их груди измяты а груди что означает ветхий новый завет Библия по персам перевязан золотым поясом Христос в откровении оставил два динария в гостинице ответ один это святая Библия дальше то есть измяли извратили перетолковали имена им большой Огола от сестрей Оголева и были они моими и рождали сыновей и дочерей и именовались Огола Самари Оголева и Иерусалима вот это да еще бывает тройная покрышка скрыла которая апостол Павел Галатом говорит там Агарь Агарь была выгнана но Агарь означает гору Синай и дальше а Синай гора означает то-то-то по плоти рожденной видите сколько тайн было сокрыто и вот здесь говорит дружба с миром вражда против Бога не против человека какой же этот великий-то грех ну удар где-то с бомжом поспорил или удар президента ну разница же есть другое наказание будет к слову сказать вот меня клеветали в газете я подал в суд выиграл полностью процесс пять тысяч ну пять тысяч всего только но когда сказали сказали где-то газета напечатала что ну там был человек который заманил свой дом вы знаете эту историю Распутина и там расстреляли его а эти люди то оказались живые Юсуповы и жена живая и подали в суд я считал в советское время еще и они доказали что жена не была та сучка которая приманула его ее не было даже в Москве в Санкт-Петербурге где убийство было она доказала она живая и присудили такое что ты взрогнешь даже и не поверишь полмиллиона стерлингов за первый процесс а дальше уже наврашивать пятьдесят миллионов почему другой статус княгиня не было а мне всего пять тысяч так вот надо понимать согрешение против Бога сколь великие мы грешники перед Богом и развратничает кто избранница Иерусалим агола Галева дальше досчитаете и вы увидите кто они такие они блудили и блудили это что декларация митрополита Сергия Строгородского ваша радость и наша радость это не блуд Сталин в гробу лежит а патриарх Алексей первый Симанский распинается перед ним стоит а сегодня открещиваются от этого нам никогда не выйти пока не будет покаяния на мировом уровне плохой папа но папа поехал в Иерусалим и принес покаяние перед евреями здесь гнали а у нас никогда не гнали как не гнали а где одесские погромы и прочее черная сотня в которой я кронштадтский участник был восторгов канонизированная без покаяния не двинуться с места и поэтому нам не о мертвых надо заботиться а те которые остались остатки России живые от нас весь мир ждет покаяние а обряд этот это придумают ну в разном народе по-разному у мусульман хоронить нужно быстро желательно в этот день и только машина должна нестись быстро бегом и все бегут женщина не участвует в этом но они объясняют по-своему а у нас это чувство любви оправдать наше вот это моление рабы ложь сплошная идет какой он раб когда в храме не был ни разу когда жил в разбрате ну вот умер здесь ну вы знаете его Золотухин Валерий Сергеевич такой посредственно махонький артиста у гроба сидят две жены кому он заповедал и священник тут же кадила машет распинается ну можно же остановить это хотя бы для виду одну жену вывести законная сидит жена и которая была принята от которой Ваня тут же стоит сын от прелюбодеяния нажитый мы и и жили себя как нация мы в тройной лжи находимся и вот отсюда надо говорить что хоронить так не надо раба твоего он не был рабом лгать не надо Бога дурить не надо и поэтому не исполняешь это ну значит что-то у тебя лучшее есть настаивать на этом не надо я о себе говорю молитва нужна да нужна но слишком ушатка польза такая там не переходят с одного места на другое пропасть не переходима но чувство любви заставляет меня помолиться я ехал мать умерла у меня как раз на корабле капитан говорит мы не можем трое суток еще корабль идет у нас хоронят так заворачивают зашивают привязывают рельсы и потихоньку спускают в море и то другое подчинились все подчинились а можно сказать что раба боже да можно будет она всю жизнь молилась вот теперь ей похороны не такие как заповедано а что интересно акула целый день шла сзади она вышла и говорит женщина это и говорит это моя смерть никто в это не поверил но они труп не едят мертвые не едят как бы говорят так так вот какие похороны что отпевать как богу угодно так и будет нельзя отрицать ни один обычай мира потому что мертвого это не касается вот отсюда надо и посмотреть почему израильтяне принимали не принимали кому они молились а сегодня матронушка и вот выступает Осипов не надо представлять его он сидит как всегда за столом бритый в галстуке но говорит слова истины и говорит вы посмотрите там записная книга матронушки были батюшка был там смотрел ни одной духовной просьбы нету жениха найти вот другой муж ушел как присушить его брата чтобы вернулся и они стоят понимаешь с богом то связи нет они пытаются ну бог то далеко а кости то рядом лежит труп то рядом я пойду и что то сделается а что оно может сделать литвы то нет и вот это видя и говорят ой какая вера в народе 5 миллионов подошли к поясу Богородицы я выступил и сказал это трагедия русского человека к живому Христу нету 5 миллионов нету а привезли пояс неизвестно че еще даже доказательств никаких нету миллионы людей по 12-18 часов стояли это что вера наша почему никто из апостолов не стояли около дома где Богородица жила вот сын твой и сын означало что он ее кормил и поил но не более того я боюсь дальше говорить остановиться на том что дружба с миром рожда против Бога мы враги и враги Богу и название нам достойно прелюбодеи прелюбодеицы скажи это епископу который от пластей не вылазит скажи это патриарху и куда эти табачные изделия и водочные изделия улетят не надо друг друга это долбать конкретно сказать да или нет не прелюбодеясь значит обыскиваю ничего нету а эти стихи замазали и когда считают будут говорить перевратно я говорю почему в 20 стиху считаете деяния доходите где Господь говорит лютые волки не считают потом перескакивают другие стихи считают но это же умышленно делается я прямо подходил священникам почему не засчитали до конца почему не считаете малахи что десятину не платят проклятием проклятые это никто не отменял и Бог говорит об этом и соборы говорят если оставляют жену уйдешь в монастырь под клятвою то есть под проклятием это святые отцы на одном соборе четвертом было их 670 630 с чем-то епископов и далее если оставляют детей а это сколько угодно куда Алексей Божий человек убежал это все под клятвою выбора никакого нет закон один положили святые отцы если мы православные зачем мы лукавим дым напускаем я так я именно я под проклятием стою прости меня Господи прости и он простит милостивый вот где покаяние идем к великому посту а покаяния-то и нету они знают в чем каять все вопросы хуже милостивили мандреш братья вот в верхнем завете у народа Израиля была такая заповедь между своей общиной что если один иудей похубит или поругает другого иудея то того могли даже побить к огнями давайте что-нибудь подобное сделаем среди православных чтобы категорически не иметь права не иметь даже желания друг друга ругать или курить а то получается простите у нас не духовное рассмотрение святого писания а показания кто из нас лучше а кто хуже простите вот в русском-то законодательстве это было в ветхом завете было так ну там определенные моменты были если дерутся мужчины а жена решила решила помочь и ухватила его засранной член рука да будет отсеченная она в гневе не думала не на нее когда напали насильники а именно за мужа заступалась в русском законодательстве было такое мужья дерутся и один у другого ну ударить это нет канона ему ну раз кулачный будет но если вытрал клок бороды за клок бороды всего лишь только значит они были все с бородами накладывались такое что это может быть 5 лошадей стоит даже сегодня не могут перевести на эти гривны что она стоила но стоимость огромная была значит берегли берегли а могли они поносить ну все должно было разобраться поносил или не поносил поносил или не поносил то что сегодня говорят на Сталина не поносил а при Сталине сказали бы смертная казнь была а сегодня можно что угодно говорить и против Бога ничего не действует а на богохульство осталось богохульство все еще вопросы еще 10 минут остается если вопросов нет то тогда я задам вопрос можно можно конечно Игнать Тихоныч вот Игнать Тихоныч Горбачев он явился человеком который понадобился для того чтобы развалить этот Советский Союз получается а вот лицемерие было в Российской империи немало было лицемерия лицемерие такое распространено было что называли себя верующими а отворили всякие беззакония преступления я так думаю что и царь Николай II именно такой человек который и нужен был наверное чтобы развалить эту империю да вот я когда говорю про Горбачева он просто не слышит мы к нему там благодатно или как называется село заезжали книги подарил ему оставил председатель с ним знакомый я попросил перезвали часть в Новый Завет Горбачев это помазанник Божий помазанник помазанник означает Христос а как вы узнали без заказательств вот говорит скажите Киру помазаннику моему Кир вообще языческий был никакого отношения к Израилю не имел теперь надо смотреть что он сделал он отпустил из плена народ раскрепостил его вернул сосуды вернул который на Вахадонос взял и он называется помазанник слово помазанник Христос другого перевода нету да как он может быть Христом Горбачев раскрепостил молву вернули церкви первая была встреча свободное слово это нельзя отнимать и что интересно вот мы сидели в камере у нас преподаватель второй группы космонавтов был Лозин он мне это открыл а вы не думали ну допустим вот я Лозин а вы Лапкин а вот сидит рядом директор там он за паровоз зашел секретарей первых все судили вот Север ну что давайте сложим первую букву у нас ничего не получится но потому что нас там много и камера меняется 30 человек может быть и можно что-то сложить в каком-то порядке но если это уже сказали бы из одних губернаторам а их уже меньше вариант выбора меньше а если это генеральный секретарь партии по сегодняшнему президент то буква уже тут какой-то смысл имеет вот заметьте Горбачев вот в таком порядке как они приходили начинается что Брежнев Б Горба БА за Брежнев идет Андропов редкая фамилия Черненко за ним идет Черненко Горбачев следующий Ельцин чтобы четыре буквы сошлись в таком порядке как они были это невозможно совершенно невозможно это триллионная доля в триллионных степенях и не сделается первый человек единственный он один и за ним придет человек именно так Б А Ч Е ну что тут непонятно что-то так не бывает никак но Бог сделал это и знак был подан но мы его не поняли другие нам подсказали действительно это знаковая фигура и обладает особой харизмой мы заезжали где он на Паросе был все было обдумано развали Гитлер этого не мог сделать он мирным путем сделал да трудно но назад к ходу нет и это было в плане Божьем должно было в конце концов почему все спрашивали а в Библии написано про Михаила Меченова ну у него Африка там на черепе нарисована не написано это об Архангела так написано князь израильский но это говорится об Архангеле Михаиле попутно сказать вы знаете почему там Архангел Михаилу Даниила говорится что означает почему он князь израиля кто знает а вот интересное толкование какое никогда не догадаешься златоуз говорит Бог дал каждой стране одного ангела и ссылается на место где говорится князь каждой стране ангела ангела и вот грешит Израиль а у него Михаил Архангел Михаил и он ничего не может сделать и Бог берет их в плен и говорит на 70 лет 70 лет и они вернутся тогда и вот Израиль там очищенный в огне готовится выйти исполняется 70 лет персидский князь то есть ангел персидской страны перед Богом предстал и говорит владыка Сававов не отпускай их они опять упадут в грех а тут живут не идолам не поклоняются посмотрите Израиль как очистился зачем ему возвращаться это надо духовном думать а Михаил ему говорит это Златоуст так в ролях показывает а Даниил прямо на это и показывает а он говорит нет Господи все это так ангел говорит я не оспариваю Господи но ты же неизменные слови ты не можешь солгать не можешь отречься ты дал надежду это целое поколение жило этой надеждой новые люди народились владыка мира отпусти их домой они день и ночь вопиют к тебе вот что это означает какой Михаил о чем он говорил защитник Израиля и он выпросил его а намек на это есть что так а считай о чем там говорится Даниила да именно так я один раз просчитал мне не надо спорить душа моя откликнулась и сказала именно так вот который Михаил в Библии есть еще о Тире говорится что он 70 лет тоже будет как бы в плену но это другая история нас интересует только Израиль вся мировая история вокруг этой страны это назначено Богом они изменили план они желают воцарить своими силами другого другого который кажется не тем вот когда спрашивают я говорю меня говорят ну а как это изобразить можно я говорю можно изобразить чтобы понятно было Господь же притчами говорил я бы сказал такую притчу отец любит сына и он его холит воспитывает но воспитывает жертвуя всем и он не знает что ты сын тайный уже идолпоклонник и ему там говорят принимая в масонскую ложь и говорят мы тебя примем когда ты докажешь что отрекся от своего действия а чем докажешь у тебя отец верующий конечно закали его не сына и он отца кладет на жертвенник это я такую историю как бы придумал что думал отец он с надеждой воспитывал все было как еврейский народ он с такой надеждой ждал мессию пришел и не приняли и вот те которые воспитали они как раз положат всю эту идею и все что они делали и принесут в жертву перед антихристом какая будет потеря какое переживание мне вот так видится как вот в братьях Карамазовых Иван там говорит когда ребенка травят собаками его разрывают собаки и он говорит что слезинка ребенка стоит там вселенной и мне кажется этого так же столько лет тысячелетия мутить народ создать масонство все и сделать все для того чтобы воцарить антихрист и они побегут от него и остаток Израиля спасется покаяться воцарят не того они же воспитывали они подготавливали его пришествие это их сын их детище и он поднимет на них руку которые истинно желали но нельзя говорить что все евреи плохого желают многие искренне верят что они делают правильно они воцарят спасителя миру он все эти вопросы разрешит мне вот так это видится Игнат Тихонович я тут вот языки Исаия 23.15 все-таки о тире тут интересно и будет тот день забудут тир на 70 лет в мере дней одного царя по окончании же 70 лет с тиром будет то же что поют облудницы возьми цитру ходи по городу забытая блудница играй складно пой много песен чтобы вспомнили о тебе и будет по истечении 70 лет господь посетит посетит тир и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными царствами земными во всей вселенной но торговля его и прибыль его будут посвящены посвящены господу не будут заперты и уложены в кладовые ибо живущим пред лицом господа будет переходить прибыль от торговли его чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную я вот слышал ваше это толкование что Москва это как блудница и что прибыль ее будет всем передаваема то есть они будут эта прибыль наша как бы уходит на сторону тут нет этого соответствия скложести нет знаете Михаил я искал толкование на третью книгу езды долго наконец нашел и когда я прочитал все в прошлом меня интерес отпал а зачем мне это нужно это уже ушло расстолковано правильно хорошо и так и тир это все в прошлом до первого его порабощения и теперь голая скала и рыбак сушит там сеть и дальше пророчество будет это господь как дал бы знак никакой роли для спасения тир не играет потому что он был надменный торговля все у него было и вдруг все полетело он будет покорен к нему доступа не было ничего подобного насыпят насыпь к нему сделают мол как Александр Македонский и вверх тормашками все поставят это только знаковое явление было для нас это никакой роли не играет поэтому меня совершенно это не интересует понятно еще вопросы есть? минута осталось так я попутно хотел еще сказать вот об Израиле меня сильно упрекают за это вот вы там заезжали еврейские вроде там прихвостили это напрасно так я не одобряю их вот это жидовство жадность вот эти вот проценты в банках я не об этом говорю я говорю о сказанном в писании никогда не проклинает потом Ставрама еврея какой бы он ни был еврей и желая ему блага а какое благо все ограбили чтобы они познали Христа он неприкасаемый это закваска мира и по другому не может быть никакой Гитлер Гитлер что поставил решите еврейский вопрос решил Сталин решил последний его был это процесс врачей кончилось Гитлера Сталина нету а еврея-то набрала какую силу после этого почему потому что у Бога в планах это у Бога это все назначено не русским быть да мы русские мы нет Раша это другое Роша Мишеха и Фувала когда говорят Роша вот это Раша это очень похоже России Илья Эренбург он присутствовал на Нюрнбинском процессе и когда читал я его записки он говорит я там впервые услышал что князь Роша Мишеха и Фувала это говорит Роша это Россия Раша очень даже подходит и где они будут не о нас речь идет если о нас речь идет то только 17-18 глава откровения Иоанна Богослова Израилю все принадлежит то есть любое событие упирается оттуда идет хорошее и плохое но мы должны обращать внимание на то что Бог не отверг всеми Израилю Павел говорит и я из семени Абрамова и я израильтянин из колена Вениаминова и остаток спасется людям никак не понять станет Россия да она будет да откуда известно что она станет будет ли вера когда святые говорят что нигде нигде в пророчницах не сказано что в России сохранится православная вера это все выдумки может быть а об Израиле сказано остаток спасется вот так будет мир Израилю божья мы относительно того что в России праведники и так далее батюшка Серебенца русский привозил простейшие исчисления он говорил что вот в Израиле столько-то столько-то было праведников Господь сказал что даже если 10 будет то чержу город говорит а если я мню что у нас 160 миллионов то представьте себе сколько праведников то есть мое предложение остается в силе относительно того что не хвалить людей давайте рассмотреть святые писания применять Содом сюда не придется они выведены будут и сказать что сегодня так же будет нет вот мы принимаем таблетку сегодня она помогла завтра помогла но в конце концов где-то не должно сработать потому что мы же смертные Россия уже дважды пережила катастрофу и третья это окончательная она на короткое время может быть но народ так далек от Бога это совсем не видеть это не понимать зачем ты сам тогда живешь мы видим главное это отступление в церкви евангельское слово вообще не принимается а вот обложилися мощами поясами чем угодно я не против я смотрю что не принимается вообще понимание может быть не принимают но мы должны знать истину и сказать Николай мы должны это знать и должны возвестить Господь будет судить по слову своему 12.48 Евангелия Тиана для меня этот стих решил всю дальнейшую мою жизнь когда я прочитал слово которое я говорю оно будет судить его в последний день и все остальные вопросы выстроились за этим стихом я должен починить свою жизнь слову его слову а в слове мы не находим очень многого что у нас делается и выход один вернуться к этому от чего отошли к слову к святой Библии все уже да молимся достойно есть обслуживание благородицу пресновлаженную пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувитым и славнейшую без сравнения с терапин без благородицу это величайно я тихоньше молитесь отец наш небесный мы предстали перед твоим величием любящий создатель во имя Иисуса Христа услыши прими нашу молитву мы каемся в грехах наших омой нас в крови твоей причистой и вот мы перед началом великого поста приблизились к нему укрепи нас благослови и нашу страну восставь истинных пастырей которые знают тебя любят слово твое по которому ты будешь судить мир дару мир Израилю Россию Украине и Сирии где идет война помоги нам владыка благослови очисти омой и убили тебе слава за все отец сын и святой дух аминь аминь спасибо Христос слава Господи Христос Богом Господи Христос Богом Отключай Сережа нас Слава Богу Слава